В Нью-Йорке снова протесты против результатов выборов. Уже четвертые сутки продолжаются они. Сейчас мы перенесемся в самый центр Нью-Йорка и узнаем, что там происходит у Дины. Дина, что сейчас происходит в Нью-Йорке? Здравствуйте. Мы находимся в центре Нью-Йорка перед Трамп-лазой, резиденцией Трампа. На Пятое Веню, где проходит уже третий день протестов. Толпы народу, человек тысяч десять, вышли на улицы с требованием. Они не согласны с результатами выборов и они голосуют, они выражают свое мнение, не хотят Трампа в президенты. Дина, а митинг все-таки мирный или агрессивно настроенный жители Большого Яблока? Как в большинстве своем они себя ведут? Ну, достаточно, как сказать, это демократическая страна, поэтому митинг не выглядит устрашающим. Музыканты, люди с транспарантами, совершенно различные требования. Женщины феминистские, им не нравится, что Трамп оскорблял их женское достоинство. Людям не нравится, что Трамп не платил налоги. И они выражают свое недовольствие разными способами, но пока мирно никаких эксцессов. Сзади нас вы видите полицейский патруль, очень много полицейских, которые охраняют все это мероприятие. Поэтому все достаточно, все под контролем. Почему я спросила о безопасности? Потому что вот совсем недавно и флаги сжигали, и избивали сторонников Трампа. Именно поэтому я уточнила, мирный ли это митинг. К башне Трамп Тауэр все-таки направляются или нет? К башне не пускают. Вы видите, сзади кордон, и вот это высокое здание, это и есть Трамп Тауэр. И туда, к сожалению, не пускают. Но это уже третий день протестов, и протестуют большие города, такие как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сиэтл. И в ряде других городов, в Вашингтон-Ди-Си, также проходят протесты. Дина, спасибо вам большое. Это был наш особый корреспондент Гражданский из Нью-Йорка, связалась с нами она.